Ну, а мы возвращаемся не то чтобы совсем в Европу, хотя частично в Европу, частично в Азию. Говорить будем о Турции. Сейчас через несколько секунд к нам присоединится Ольга Старостина из компании Ataberg Estate. Ольга, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, слышно, видно. У нас все так динамично, прикольно получается. На самом деле, Ольга, знаете, поймал себя на мысли по Турции. Мы можем каждый день сейчас проводить вебинары, у вас каждый день что-то новое. Потому что туда скачет Лира, сюда. Мы вчера честно сделали презентацию. Там честно было сказано, что Лира с первого числа, с первого января подешевела настолько-то. Сегодня открываю новости и смотрю, что все откатилось обратно. И что-то там опять Эрдоган придумал, что-то сказал. Но все равно, давайте начнем вот с этого. Начнем с такого слайда. На 45% упала Лира к доллару в начало года. Основными покупателями становятся иностранцы. На цифру 45 давайте смотреть очень осторожно, потому что вчера одно, сегодня другое. В двух словах. Нестабильность Лиры, рынок в течение года, каким он был? Как вы будете его вспоминать? Ну, смотрите, для начала начнем с хорошего. Рынок для нас, для строительных компаний, для риелторских компаний, конечно, в этом году был очень хорошим. То есть продажи для иностранцев, они побили рекорды, еще не закончив год. То есть, да, где-то присели продажи именно от турецких граждан, потому что в прошлом году во время ковида государство предоставляло им особые условия по ипотечному кредитованию. В этом году уже этих условий нету. Соответственно, турецкие граждане стали покупать немножко меньше. Но именно иностранцы тут просто бум спроса, бум покупок. И на сегодняшний день, с января по ноябрь 2021 года, количество сделок с иностранцами выросло на 39%, что уже побило предыдущий годовой рекорд за 2019 год. То есть, поэтому здесь, конечно, все, можно сказать, хорошо. Смотрите, есть два момента. Первый момент, ну, по крайней мере, для, например, россиян, он связан с тем, что мало куда можно прилететь, по крайней мере, из тех стран, которые можно считать конкурентами Турции. В Турцию ты прилетаешь, и, кстати, самый неудачный месяц, по-моему, в этом году был май, как раз тут короткий период, когда рейсы опять откладывали. А тут все, полетели, все здорово. Второй момент связан с внутренней ситуацией в Турции. Лира все равно, неважно, насколько, но она подешевела. На ваш взгляд, какой аргумент здесь является главным? Ну, смотрите, лира подешевела, и действительно, каждый второй из наших клиентов нас сейчас спрашивают, что же будет, что же будет. Нам сказали, что недвижимость подешевела на 20%. Нам сказали, что банки стали распродавать там какие-то кредитные квартиры, что сейчас можно будет за бесценок что-то купить. К сожалению, такого нету. Ничего не подешевело, потому что лира не имеет прямого, даже, я бы сказала, единственного влияния на формирование цены. То есть цена формируется из чего? Она формируется из спроса и из себестоимости. А себестоимость, она, в свою очередь, формируется из стоимости стройматериалов, стоимости работы и стоимости земельного участка. То есть что мы сейчас видим? Да, лира, она выросла. Сегодня присела, но, предположим, выросла в общем и целом. Но стройматериалы при этом тоже очень сильно подорожали. То есть некоторые стройматериалы подорожали на 100%, на 120% и даже больше. Как при этом может что-то стать дешевле? Подорожали сами земельные участки. Почему? Потому что собственники земельных участков, они видят спрос на эту недвижимость, они видят рост цен, они видят, что эти цены, а курортная недвижимость у нас продается вся в валюте, то есть в долларах, либо в евро. Они видят, что эти цены растут, еще и евро растет, и аппетиты, скажем так, собственников земли, они тоже растут. То есть с каждым годом, даже с каждым месяцем приобрести землю становится все дороже. То есть это все влияет на себестоимость самого строительства. Я молчу про стоимость самой работы, потому что на прошлой неделе, например, президент Турции озвучил, что минимальная зарплата турецких граждан будет повышена на 50%. То есть мы имеем подорожание электричества, подорожание воды, подорожание средней зарплаты, подорожание стройматериалов, подорожание земельных участков. При этих всех факторов и при наличии спроса все-таки со стороны иностранцев и спроса довольно-таки большого и активного, цены понизиться, ну, никак не могут. Вот скажите, вот то, как строят, например, в этом году, ну, в этом предыдущем, если мы говорим, опять же, о курортной недвижимости, и как строили, скажем, два года назад, три года назад, что изменилось? Вообще, стали строить больше или меньше? Появились какие-то, может быть, новые технологии, новые требования? Или тут, пожалуй, все стабильно? Ну, смотрите, стали строить больше. Конечно же, стали строить больше, потому что это, скажем так, лакомый кусок, все видят, что это очень прибыльный бизнес. И на сегодняшний день появились новые строительные компании, которые входят в какие-то определенные холдинги, которые до этого занимались, предположим, производством мебели. То есть такое тоже есть. То есть огромный холдинг, у которого свои заводы в большом количестве и экспорт множества стран, то есть свой потрясающий бюджет уже сейчас, и готовый бизнес. И сейчас они начинают также работать как строительная компания. Один проект они уже вот заканчивают в июне. Он был распродан еще год назад практически полностью. Сейчас там остались только верхние дуплексы. Еще один проект у них сейчас на этапе строительства, он распродан почти на 80%. И это только один пример. И сейчас из-за повышения этого спроса и из-за активного роста цены очень много зашло на рынок также инвесторов, именно иностранцев. То есть те, которые покупают даже не для себя, не для отдыха, не для аренды, а чисто как инвестиция для перепродажи. То есть некоторые новые комплексы, если они заведомо по хорошей цене входят на рынок, у нас есть случаи, когда распродали комплекс еще до того, как фактически его начали строить. То есть полностью весь прайс-лист распродан, самые лучшие квартиры разлетелись за три дня. Я не шучу, я могу эти прайс-листы предоставить с датами, просто по-часово, как это происходило, когда продавал весь город. Естественно, это не одна наша компания продала. Застройщик ошибся с ценой, как бы слишком дешево поставил. Нет, он просто поставил цену немного ниже рыночной, а при этом место стройки, оно было довольно-таки удачное по сравнению с другими в этом же районе. Это был район у нас Махмутлар, сейчас там практически нету свободных участков, и у него расстояние до моря было по сравнению с другими новыми объектами не такое большое. А цена при этом там буквально на 5-10% была меньше стартовая цена, чем у основных конкурентов. И что мы имеем на сегодняшний день? Еще даже фактически стройка не началась, а уже все квартиры распроданы. И таких случаев становится все больше и больше. Даже если не полностью комплекс распродается, то хотя бы самые выгодные вот эти вот нижние этажи, потому что, возможно, вы знаете, в Турции чем выше, тем дороже цена. То есть за каждый этаж там от 500 до 2000 евро добавляется в цене. Так вот, конечно же, самые выгодные для перепродажи, это идут вот нижние там буквально три этажа, они выкупаются в первую очередь, и некоторые комплексы там до окончания строительства остаются буквально пару квартир. Даже большинство, я бы сказал. Ольга, скажите, пожалуйста, но вот предположим, человек сейчас хочет все равно приобрести, давайте в районе Алании, там Алания плюс-минус 15 километров в обе стороны от башни, да? С какой суммы можно начинать, если мы говорим о новостройке, если мы говорим о вторичке? Смотрите, если мы говорим о новостройке, сейчас, наверное, входная цена минимум, 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 где-то 45 тысяч евро начинается. Это значит дома еще нет в этот момент? Да, да, это на этапе проекта еще даже дома нет, еще даже котлован рыть не начали. То есть вот самая минимальная цена, которую мы видим на сегодняшний день, это где-то 45 тысяч евро. На вторичке, если мы не говорим о, ну там, современном новом комплексе, когда это, по сути, перепродажа, по сути, переуступка, да, а если мы говорим о доме, в котором, ну, инфраструктура, скажем, еще, условно, так, прошлого века, на что тут можно рассчитывать? Ну, смотрите, самую недорогую вторичку, которую можно на сегодняшний день найти, в принципе, это тоже будет, наверное, где-то от 45 до 50 тысяч евро, но, конечно, это уже будет совсем другой уровень недвижимости. То есть, скорее всего, это будет либо далеко от моря, либо это будет какой-то старый дом, либо там абсолютно не будет инфраструктуры. То есть, если сравнить, что можно купить за, допустим, одну и ту же стоимость готового из стройки, то в данном случае пока стройка выигрывает. Окей. Два вопроса вот от нашего зрителя. Как бы вы оценили процент дохода при инвестировании в стройку? От момента, ну, предположим, ты 45, да, выкладываешь на этапе котлована. На что можно рассчитывать на выходе сейчас? Ну, смотрите, конечно, нужно правильно выбирать стройку, потому что все стройки, они номинально вроде как дорожают, но если она будет такая же, как, скажем так, основные ее конкуренты, то и конкуренция вашей потенциальной квартиры для инвестиций, она тоже будет довольно-таки большая. Но если правильно подобрать комплекс, то, ну, минимум где-то от 15% будет доход. А в принципе сейчас с этим ростом цен в основном это 20%, есть и отдельные кейсы, где это 30-35%. В какой валюте? В евро. У нас все продается в евро в основном. И коробка дохода? Ну, производители согласны делать договора в долларах, но в принципе удобнее в евро, потому что у нас все-таки присутствуют в нашем регионе и в большом количестве европейцы, это немцы, голландцы, англичане, то есть они используют евро. И вроде как русскоязычным, если большинству все равно нужно покупать эту валюту, то не такая уж большая разница покупать доллар ли, евро ли. Поэтому все-таки привычнее для нас евро. И это-то и плюс такой инвестиции. Вы вкладываете в евро, вы зарабатываете в евро. Вы не имеете здесь никакой привязки к турецкой евро. Я вот про инфляцию чуть позже задам вопрос. Есть ли у вас практика сейчас покупок за криптовалюту? Ну, смотрите, покупка за криптовалюту фактически запрещена, если смотреть именно напрямую за криптовалюту, то есть рассчитаться на сайте официально криптовалютой, к сожалению, на сегодняшний день нельзя. Но наша компания предоставляет такую возможность, мы это делаем через обналичивание. Да, при этом будут определенные комиссионные, примерно 2% на сегодняшний день это составляет, потому что для нас тоже не так легко выводить эти средства. И мы тоже, в свою очередь, платим налоги банку, через который мы будем эти средства выводить. То есть фактически это не прямая оплата криптовалютой, а это перевод средств из вашей страны к нам в криптовалюте, а здесь уже обналичивание и оплата продавцу в том же евро или в долларе. То есть фактически такая возможность есть, но это не прямая прямо продажа за криптовалюту. Я попрошу сейчас, мне кажется, уже можно опубликовать контакты с Ольгой и компанией, чтобы можно было обратиться чуть позже. Давайте вот еще что-чуть сейчас сделаем. Посмотрим, во-первых, объект ваш. Пожалуйста, в двух словах несколько слов о нем, что это такое. Это наш объект. Кстати, тоже это тот случай, когда очень быстро все происходит. Когда на прошлой неделе вы спросили про объект, он у нас только появился. У нас презентация была буквально в четверг, по-моему, этого проекта. Сразу хочу сказать, это наш эксклюзив, это проект компании, это Berkeley State, то есть это строит наш подрядчик, и эксклюзивные права на продажу принадлежат именно нашей компании. Так вот, когда этот проект поступил на продажу на прошлой неделе, стартовая цена здесь была 53 500 евро на 1 плюс 1 на невысоких этажах. Как видите, на сегодняшний день вот уже 69, это то, что осталось. Как нижние этажи просто все проданы, а они стоили дешевле. Да, нижние этажи распроданы. На сегодняшний день это уже третий этаж, и это минимальная стоимость на 1 плюс 1, которая составляет 69 тысяч евро. Почему так быстро произошло? Потому что действительно очень классный, очень стоящий проект. Это район Оба, это следующий район от центра Алании, он довольно-таки популярный, и у иностранцев русскоязычных, и у иностранцев именно европейцев. У нас здесь есть целые комплексы, которые полностью распроданы, например, норвежцам, голландцам. Вот я, например, тоже в таком комплексе живу. И здесь очень хорошее расстояние до моря. На сегодняшний день Оба, она вся застроена давно и надежно, скажем так. То есть вся нижняя часть Обы, там где 500 буквально метров до моря, там уже все застроено. И сейчас все новые проекты появляются, это где-то полтора, два, два с половиной даже километра от моря. А тут, если обратите внимание, расстояние до моря всего один километр. И расстояние до основных магазинов, супермаркетов, оно еще меньше. Там буквально 400-500 метров. То есть все в пешей доступности. Это район, который очень активно развивается. Это район, который находится близко к центру. И сам по себе комплекс, конечно, интересный. У него есть и основная привычная нам инфраструктура. То есть открытый бассейн, детский бассейн, спа-зона, в которой будет сауна и парная, массажные кабинеты. Даже сделали, обратите внимание, подземную парковку. Очень мало в каких проектах на сегодняшний день есть подземная парковка. Но именно в этом проекте будет целых два подземных этажа. Один будет отдан под парковку, другой будет отдан под именно инфраструктуру. Единственное, не будет здесь крытого бассейна, потому что сам дом, он сравнительно небольшой. 36 квартир всего будет в доме. Будут квартиры 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Будут очень интересные дуплексы с выходом в свой небольшой садик. То есть будет возможность отдыхать на зеленой травке под солнышком. Ну и, конечно, стандартные пентхаусы верхние, к которым мы привыкли. На сегодняшний день свободно осталось вот 19 квартир. И то некоторые из них зарезервированы, то есть непонятно, они продадутся или нет. И для Прианру мы подготовили сюрприз новогодний. Одну квартиру вы дарите Прианру, я угадал. Ну, если вы, если вы. Мы предоставим скидку тем, кто обратится к нам и укажет, что смотрели нас на Прианру. Укажут, что смотрели наш вебинар. Причем мы не будем ограничивать никак по датам, что там до Нового года, до конца января. Нет. Вот по конкретно этому проекту, если вы в любое время года называете нам, что вы смотрели наш вебинар, вы видели нас на Прианру и вы видели этот объект, то на этот объект мы предоставим вам подарочный сертификат. Сумма будет зависеть в зависимости от стоимости квартиры, но это будет либо 500 евро, либо 1000 евро. Ну что ж, прекрасно. Давайте тогда еще буквально два вопроса, которые у нас осталось обсудить. Скажите, пожалуйста, только, что у вас все-таки, ну, лира, может быть, на недвижимости не влияет, но на цены в магазинах все равно некое влияние есть. Вот несколько слов об этом, что происходит с ценами, и вот люди, которые сейчас к вам приезжают, вот давайте этот пласт кратенько попытаемся буквально в нескольких словах, вроде перелеты есть, все нормально, как это сейчас работает? Ну, смотрите, да, на цены, конечно же, это повлияло, очень подорожали и продукты, питание, и, ну, практически все подорожало, то есть техника, автомобили, все подорожало. Они ценники просто не приезжают. Конечно же, в лирах, в лирах. Но, естественно, люди, которые приезжают сюда, если мы говорим об иностранцах, они приезжают с валютой. И так как валюта подорожала, то тут не то, что вы разницы не почувствуете, наоборот, на сегодняшний день вы еще и в плюсе останетесь. Мы недавно снимали для нашего YouTube-канала видео, где сравнивали цены на мебель и технику. И мы взяли, как пример, закупки, которые были совершены у нас в июле. Это были мои клиенты, у нас были на руках все чеки, и мы смотрели конкретно те варианты, которые они в свое время выбрали. И мы сравнили цену в лире, потому что все продается в магазинах, и получилось, что по новому курсу сейчас покупать было бы дешевле. То есть сейчас люди приезжают с долларом и с евро, и там разница довольно-таки существенная. То есть на какие-то позиции это 150-200 долларов разницы дешевле сейчас получается. Конечно, для турок самих, которые получают свою заработную плату в турецкой лире, все не так радостно, потому что подорожала потребительская корзина. Но, как я уже говорила ранее, повысили минимальную заработную плату на целых 50%. Поэтому, я думаю, это тоже должно порадовать турецких граждан. Ну, как бы сильно критичного ничего, я считаю, не произошло на сегодняшний день. Тем более, вот сегодня мы увидели невероятный рост лиры после определенных решений, которые Эрдуан принял относительно тех компаний, которые работают у нас сейчас на экспорт. Рост в полтора раза. И за счет этого вот сегодня, например, лира выросла. Понятно, мы не знаем, что будет завтра, но на сегодняшний день ситуация такая. Турки счастливы, турки радуются. Прекрасно. Друзья, давайте посмотрим сейчас следующим образом. Ольга, мы вас условно сейчас отпустим. Просто есть еще несколько вопросов. Я предполагаю, что вопросы по Турции еще будут. Все-таки, ну, действительно, мы сейчас проводили анализ вместе с Испанией и Болгарией направление самой ходовой Турции. Причем Турция в значительное число последних месяцев опять вырвалась вперед. Поэтому, вот, например, Евгению, если возможно, просто ответьте в чате. Ну, уже когда мы закончим через буквально несколько секунд наше уже такое очное общение, у вас в чате будет возможность ответить ему про актуальность инвестирования при таком росте цен. Хорошо? Хорошо, да, конечно. Итак, дорогие друзья, Ольга Старостина, компания Taberco Estate. Хатюша, привет! Да, привет, Хилипп, привет всем! Мы находимся уже в Германии. Только что были в Турции, а еще в Германии. Вот они чудеса. Ну, рассказывай, что у вас сейчас происходит, каким был этот год, как ты его будешь вспоминать? Хороший, плохой, нервный, странный, веселый, смешной, сумасшедший и так далее? Ну, я вот сейчас, пока выступала коллега, посмотрела статистику у нас актуальную, да. В принципе, как я и ожидала, статистика продолжает нас радовать, да. То есть у нас уже последние три, получается, года рекордный рост цен. И 2021, в общем-то, не стал исключением, да, то есть то, что мы видим сейчас, в предварительной эпохе, рост цен порядка 10%. Если в прошлые годы там было 9-9,5, и это оказалось рекордом, то вот в этом году предварительно ожидается около 10% рост цен. Чего же в этом, ты говоришь, рады? Чего же в этом хорошего, когда они так растут? Ну, конечно, да, тут с одной стороны спорно, да, то есть если мы говорим с точки зрения тех, кто хотел купить, то, наверное, конечно, больше повезло тем, кто это сделал, да, а не тот, кто только думал, да, потому что кто купил, тот радуется, недвижимость дорожает, да. Тот, кто не купил, тот, конечно, потерял, получается, вот 30% за три года, да. Но возможности остаются все равно для инвестиций, а радует то, что вот те, так сказать, вопросы, которые у многих были, что будет, когда будет корона, да, что цены упадут, рынок встанет, в общем-то, это все не оправдалось. Но мы изначально говорили, что в Германии, в общем-то, это и не должно было произойти никаким образом, да. Я слайд тогда покажу наш, который был, собственно, на 70% подорожало немецкое жилье на 7 лет. То есть, понятное дело, последние два года рост больший, но, условно говоря, там 6-7 лет назад как раз начиналась эта история. Популярный вопрос я вот часто задаю, но он на самом деле, мне кажется, важный. А какие параметры вот покажут, что все, вот этот рост пойдет на спад? Вот как ты сама понимаешь для себя, что, ну, или поймешь для себя, что все, ну, уже там 10-12% дальше не будет? Ну, вот многие ждали, что это произойдет там в 20-м году, да, с началом короны. Но, в принципе, этого не произошло. И мы обсуждали тоже здесь с коллегами, что какие есть предпосылки, например, для того, что, ну, не то, чтобы, скажем, рост, скажем, превратился в спад, а, скажем, хотя бы остановился, да, замедлился, там, был не таким бурным. То есть то, что рост не сменится спадом, это абсолютно очевидно, да. Самое худшее, что может произойти, это то, что он, так сказать, цены будут расти просто немного медленнее, да. То есть вот этот рост притормозится. Вроде бы это логично и стоит этого ожидать, но, с другой стороны, когда это произойдет, абсолютно непонятно. Почему? Потому что нет реальных предпосылок для этого. То есть если мы сейчас возьмем ипотечные ставки, они очень низкие в Германии, да. Соответственно, очень многие местные жители, которые традиционно были арендаторами, они сейчас сами покупают жилье, да, потому что кредиты очень доступны. У нас есть возможность для местных жителей купить порой недвижимость вообще без собственного капитала, да. Для иностранцев это, конечно, невозможно, но те люди, которые имеют доходы в Германии и зарабатывают деньги на территории Германии, имеют хорошую кредитную историю, они могут купить даже таким образом. Естественно, почему бы им не покупать, да, в такой ситуации. Это первая предпосылка. Да, да, продолжай, продолжай. Вторая предпосылка – это то, что, в принципе, за этот год очень подорожали стройматериалы, так как мы сейчас активно развиваем направление новостроек, строительных проектов. Мы очень хорошо эту тенденцию видим, и, соответственно, новое жилье, оно будет тоже дорожать. Что будет происходить дальше? Если будет дорожать новое жилье, то, соответственно, будет подтягиваться и старое, да. Ну, поскольку общая тенденция будет такова, что жилье будет дорожать за счет подорожания стройматериалов. То есть мы видим две тенденции, которые обе говорят нам о том, что цены будут продолжать рост. Да, то есть пока что предпосылок к снижению нет. То есть нет оснований для этого. Раз ты уже сказала и коснулась темы кредитов, на каком основании сейчас иностранец может получить? Какие все-таки базовые условия должны быть, чтобы он мог претендовать на ипотеку? Для иностранца, в принципе, все очень просто. То есть иностранец может получить у нас кредит только в том случае, если он приобретает доходную недвижимость. То есть если он приобретает недвижимость, которая сама приносит доход, задается в аренду, и за счет этих денег он гасит кредит, потому что для немецких банков доходы за пределами Германии, они, в общем-то, не очевидны, да. И поэтому немецкие банки смотрят именно на те доходы, которые здесь, на территории Германии имеются. То есть самое простое, что можно купить в кредит, это, например, доходный дом. У нас, кстати, будет такое сегодня спецпредложение для наших зрителей, да. Доходный дом, сданный в аренду, приносивший доход, очень хорошо финансируется немецкими банками, даже для иностранных покупателей. Для этого может быть коммерческая недвижимость, данная в аренду. То есть все то, что приносит доход на территории Германии. Кстати, я попрошу тогда в чат опубликовать, буквально там месяц назад, даже меньше, сделали как раз материал из компании Дэмгрупп на Прианру по поводу разницы инвестирования в квартиры и в доходные дома, в чем принципиальная возможность для инвесторов, как история меняется. В чате, если вы возможность, опубликуйте, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, такой болезненный момент, раз уж я сам употребил слово доходность. Цены растут неизбежно, особенно в Германии, где арендные ставки, они очень жестко регламентированы, соответственно, доходность падает. Так это и нет, вроде как должно быть так. И каковы сейчас параметры, на что может рассчитывать человек, когда хочет зарабатывать именно с арендой? Ну да, мы уже достаточно давно знакомы с Филиппом, да, и когда мы встречались раньше, у нас была такая доходность там 7-8%, а может быть даже в самом начале там наша деятельность... Были образцы и больше, да. Да, это было и 9, и 10, да. Но сейчас, конечно, реалистично доход от аренды – это 5-6% максимум. И то это города не самые крупные в Германии, это города категории ВЭЛ, там второго эшелона города. Допустим, если вот мы находимся в Дюссельдорфе, то это будут города такие, как Эссен, а не сам Дюссельдорф, да. Естественно, там города, как Берлин, Дюссельдорф, то есть топ-10 немецких городов, Гамбург, там, допустим, в них доходность будет процента 2-3 всего лишь, да, если мы говорим о жилье, которое уже построено и сдается в аренду. Ты сказала города категории В, но вот Эссен, и привела пример Эссен, все-таки Эссен – это город по земле северной районе Веспалия приметный, он крупный. А вот мы с тобой и там видео тоже в свое время делаем из совсем маленьких городов, где население не 100-200 тысяч, а там там 15, ну не 15-20, ну скажем, 50-70. Вот все-таки твое ощущение, есть ли разница между городами типа Эссена, ну и вот город Херне, например, мне он запал. Город Херне, кстати, хорошо, да, хороший город сейчас перспективный, да, город, мы с тобой знаем. Вот, на самом деле он не такой маленький, он не 50, не 70 тысяч, он все-таки покрупнее, конечно, тоже там явно больше 100, на память не скажу сколько, но точно больше 100 тысяч населения. Но, скажем, города меньше 100 тысяч, я бы не очень рекомендовала именно для инвестиций, как покупка недвижимости, сдаваемую в аренду. Почему? Потому что и спрос на аренду не такой большой. То есть если мы выставляем в аренду квартиру, например, в Дюссульдурфе, мы получаем до 40 заявок в день, например, да. Если мы выставляем квартиру в Эссене, то это может быть там, ну, 20 заявок, да. Если это будет город поменьше, даже вот не хочу обижать Херне, потому что Херне достаточно неплохой город, там тоже достаточно много заявок. Но если мы возьмем, например, какую-нибудь там восточную Германию, где города с населением вообще бывают 10-20 тысяч человек, ну вот честно сказать, я не думаю, что там можно получить 20 заявок в день на квартиру, которая сдается в аренду. А, так 20-то и не надо. Мне кажется, что, господи, 3-4 есть заявки в день, кого-нибудь да найдешь. Или все-таки... Но дело в том, что мы, допустим, достаточно жестко отбираем претендентов на квартиры, которые у нас снимают, да. То есть у людей проверяется их кредитная история, их доходы, да, то есть место работы, зарплата. И вот такие факторы, конечно, они отсекают часть тех, кто интересуется. Поэтому если будет всего 3 человека, то не факт, что они все 3 нам подойдут, да. То есть чем больше у нас выбор, тем больше мы можем выбирать уже сами. Окей. Ты вначале уже рассказала, что сейчас часть своей деятельности связана уже не с продажей и не арендой квартир, а строительство и доходные дома. Давай, давай, несколько слов об этом и, соответственно, перейдем к предложению, которое ты уже анонсировала. Да, но начну все-таки с тогда предложения, раз уж мы его сейчас показываем, да, на экране. Значит, у нас есть спецпредложение, да, то есть это дом доходный, который можно приобрести как раз с кредитом. Вот такой полосатенький, розовенький, с сереньким домиком. Дом после капитального ремонта. То есть в доме заменено абсолютно все. Это дом такого исторического вида в самом центре города Гельзинкирхен. Буквально три минуты от пешеходной зоны со всеми магазинами, да, там у него центрального вокзала минут пять-шесть пешком. То есть это буквально вот в пешей доступности от всего-всего. Это самый центр города. Очень красивая пешеходная улица. Сейчас украшена вся огнями рядом. Вот. И дом после капремонта. То есть там заменена абсолютно вся, так сказать, все, что можно заменить. Все заменено. Двери, окна, трубы, отопление. То есть все абсолютно новое. Электрика, санузлы. Жалко, что вот здесь не разместили фотографию внутри, разместили чертеж, да. Внутри очень красиво выглядят квартиры. И дом сейчас после ремонта уже сдан в аренду. Практически... То есть ремонт квартир, в смысле, сданы? Да. То есть практически все квартиры сданы. Как раз вот был очень жесткий отбор. И сейчас осталось у нас две свободные квартиры, так сказать, как такие шоу-рум, можно сказать, да, для покупателей. И, соответственно, остальные квартиры сданы. И мы даем гарантию на сдачу. Что такое гарантия на сдачу? Ну, гарантия на сдачу, это говорится о том, что эти две квартиры тоже будут сданы, если, так сказать, у нас покупатель покупает. Соответственно, мы гарантируем, что в течение срока оформления дома мы эти квартиры сдадим, если не сдадим. будем сами оплачивать аренду, да, вот, и такой дом можно купить с кредитом как раз, вот это очень хороший вариант для покупателей из-за границы, да, которые могут такой дом купить, имеют только половину собственных средств, вот, причем, причем есть даже возможность приобрести этот дом с компанией, то есть как share deal, этот дом сейчас оформлен на юрлицо и фактически может на покупатель даже приобрести немецкое юрлицо и сделать такой себе задел по получению бенжа в Германии, то есть это тоже возможно. Окей, я сразу, ну, поскольку вопросы тоже могут в частном порядке вот такой сделки возникнуть, в чате попрошу опубликовать контакты Екатерины и ее компании. Катюш, ну, и тогда вопрос, а что у вас, собственно, вы как раз западная Европа, и первый тревожный сигнал по поводу всяких возможных локдаунов и ограничений, он пришел из Голландии, тоже ваши соседи, как вы встречаете Новый год, какие ограничения, что вообще говорят, локдауны, не локдауны, какие перспективы? Ну, мы ходим везде с QR-кодами, да, у нас вот в телефоне там, да, сразу уже стоит приложение, которое можно показывать в магазинах и ресторанах, то есть единственное, где-то не надо показывать, это продуктовые магазины и аптеки, на транспорте у нас сейчас тоже требуются QR-коды, но ситуация такая, что в Германии очень много людей привитых, то есть их сейчас не скажу точно, сколько в процентах, но точно, что больше половины, по-моему, процентов 70-80, вот так на вскидку, и поэтому сейчас, хотя заболеваемость выросла, но болеют в основном все достаточно легко, то есть люди, которые уже привиты, как правило, у них это все проходит в легкой форме, вот, и в принципе для тех, кто сделал прививку, действительно, в общем, несложно показать на телефоне это приложение, и доступно абсолютно все, работают ярмарки рождественские, то есть, ну, такой Новый год мы ожидаем нормальные, полноценные, там, единственное, что фейерверки запретили в этом году, а так, в принципе, рестораны, ярмарки, все это работает, все открыто, все очень образовывательно. Официально приезжать в Германию из России с туристическими целями невозможно, но какие здесь сейчас шансы, как можно приехать в Германию, тем более, если у тебя есть интерес, связанный с приобретением недвижимости? Ну, у нас уже многие сейчас приезжали за эту осень через какие-то соседние страны, то есть, например, Греция, Хорватия, да, и так далее, то есть, есть Испания, даже те страны, которые пускают россиян, и, соответственно, оттуда уже по Европе можно без проблем. В Испанию тоже напрямую не пускают, там я через ту же Грецию, ну, то есть, а ты говорила, что просто при покупке, я просто помню, мы с тобой в начале года еще общались, что можно получить визу, но в том случае, если, или приглашение, но если у тебя сделка на довольно крупную сумму, это по-прежнему? Да, у нас в начале года такие были примеры, честно говоря, сейчас вот вторая половина года люди больше приезжали именно такими вот окольными путями, уже имея сертификаты какие-то прививочные, да, это сейчас более важно, и, в принципе, вот такой способ был более актуальный. Ну, да, в начале года у нас приезжали люди по приглашениям. В принципе, вот мы немножко пораскачили тему с инвест-проектами, то есть, я немножко расскажу тогда, да, вот. Давай, я как раз вот в эту историю про инвест-проекты и про возможную доходность, потому что ты называла цифры там 4-5 процентов, если мы говорим о квартирах, и вот на этом тогда давай будем уже в эту нашу историю. Да, то есть, у нас вот в связи с коронавирусом как раз так получилось, мы эту тему начали развивать как раз где-то с 19-го, 18-го года, прямо перед короной очень удачно как бы начали развивать, и очень активно сейчас вот эти два года мы развиваем тему, это строительные проекты в Германии, это инвестиции в стройку. Чем тема интересна? То есть, доходность выше, чем от сдачи в аренду, просто недвижимости, доходность у нас гарантирована 7,5 процентов годовых евро, плюс еще плавающая часть в зависимости от результатов проекта. То есть, люди, которые входят с минимальной суммой от 100 тысяч евро, они получают фиксированные 7,5 процентов, люди, которые входят уже с большими суммами, там, порядка 300, 500, 800 тысяч, в зависимости от конкретного проекта, они получают, кроме этих гарантированных 7,5 процентов, еще долю от доходности проекта. И в сумме это может достигать до 15-20 процентов годовых в евро. То есть, это очень приличные цифры. Вот, проекты эти рассчитаны на 2 года, это строительство нового жилья. В основном мы строим в окрестностях Дюссельдорфа, такие города, как Критфельд, Ксантен, Уберталь, вот, тебя хорошо знакомы, то есть, такие хорошие, стабильные города в окрестностях Дюссельдорфа. И вот в этих городах, соответственно, люди, которые инвестируют в строительные проекты, они получают также преимущественное право для получения вида на жительство, потому что эти проекты, они связаны с организацией Юрклица, с возможностью человека принести пользу экономике Германии, то, что Германия вот в прямом смысле так и называет, и участие в таких проектах, оно, конечно, дает возможность человеку получить ВНЖ. Вот, поэтому, кому это интересно, можно тоже обращаться и поподробнее расскажем, проконсультировать. То есть, тут как бы сразу два в одном – и доход, и возможность получения вида на жительство. Ну что ж, отлично. Екатерина Демидова, компания Демгрупп. Контакты компании есть, если какие-то вопросы или в частном порядке, или напрямую. Ну, Катя, спасибо, с наступающим и хорошего Рождества, выдачи все праздники. Заивные, всем, кто нас смотрит, хорошего Рождества, удачного Нового года. Супер, спасибо огромное. Собственно, Вик, давай в двух словах о том, какой был год для вас. Не самый крупный рынок, славянский, но тот, которому и российские инвесторы, и вообще покупатели недвижимости уделяют особое время. Это рынок, который считается расти будет больше, чем в среднем поедине. Давайте я сейчас цифру какую-то назову. О, цены в Словении растут рекордными темпами с 2008 года. Что вы можете сказать о своем оправдании? Могу сказать, что точно не было падения ни по жилой, ни по коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость, она каждый год, и этот, и прошлый, и позапрошлый, она стабильно растет на 2-3%. И снижений никаких не было, маленький рост ест. Но если говорить о будущем, то мы можем уже сейчас сказать, что рост будет процентов на 15, если говорить о коммерческой недвижимости. Так как сейчас мы видим уже большое увеличение стоимости на строительство. И так как мы заключаем договоры аренды до начала строительства, уже сейчас арендные договоры, которые мы подписываем, они уже больше на 10% наших предыдущих. Конечно, эти условия, которые подписываем мы сейчас, они не изменятся, что плюс. Но мы уже можем прогнозировать, что рост 10-15% в будущем будет. Но я думаю, это будет через полтора-два года. Окей, ну то есть, ну вот сейчас, собственно, цены за этот год официально. Давайте так, третий квартал к третьему кварталу, да? Плюс 8%, ну там где 8, там и 10. В двух словах, вообще, как внутренний рынок развивался сейчас? Или это был в основном внешний? То есть, я знаю, что к вам, ну вы в основном занимаетесь коммерческой недвижимостью, но и по жилью к вам обращаются. Что происходило? Много строили, мало строили? Какие сейчас здесь тенденции есть? За этот год точно можем сделать вывод, что у нас спрос превышает предложение. За счет кого? В первую очередь, внутренний рынок. Внешне также очень заинтересован. У нас есть много, так же, кроме коммерческой, как ты правильно сказал, клиентов и на жилую недвижимость. На внутреннем рынке это объясняется тем, что за время пандемии люди подкопили достаточно много средств. Те, кто уже владеет недвижимостью, продавать ее временно не хотят, так как видят, что, первое, не так уж много предложений свободных, чтобы продать и купить что-то новое. Плюс это еще очень удачный способ пересидеть инфляцию. То есть все наши договоры на коммерческую недвижимость, они защищают от инфляции, так как у нас договора имеют индексацию. И плюс ввели отрицательные ставки банки. Опять же, люди выводят деньги, местное население, и вкладывают в недвижимость. Даже те, кто никогда этого не планировал, появился такой спрос. Я думаю, что большая часть, конечно, скупает жилую недвижимость. За прошлый год, например, в Любляне недвижимость выросла на где-то 10-15%, Марибар и Цели процентов на 20%, и остальные регионы это минимум 10%. Ты говоришь о цене, то есть рост цен просто. Да, да. Ну, я действительно видел отчет. Да, надо смотреть, как раз Любляна далеко не самый большой лидер спроса, но надо понимать, что в Европе, для Словении и Любляна это супер-мегаполис, а так в Любляне это 200 тысяч, 220 тысяч населения, то есть город не очень большой. Ты сказала о доходности и о росте цены в применении коммерческой недвижимости. Но, опять же, все очень сильно зависит от типа. Если мы говорим конкретно о типах коммерческой недвижимости, и которыми вы занимаетесь, и которыми вы не занимаетесь, какие тенденции здесь пошли? Мы, как всегда, все прошлые годы, и в этом году, опять же, подтверждается на опыте, что самое лучшее, это коммерческая недвижимость, это договор аренды с крупным арендатором. Мы их отбираем очень тщательно. У нас это всегда австрийские, немецкие, славянские крупные сетевики. И от этого у нас есть возможность заключить договор аренды на долгий срок. Это какой? 10-15 лет. 10-15 лет, я правильно понимаю, опять же, в очень разных странах по-разному, но, например, смотрел такую тенденцию, причем за океаном она, кстати, еще более характерная. Вот крупные магазины, отдельное здание, или пусть даже не отдельное, но крупные сетевики, они чувствуют себя неплохо. Стрит-ритейл пострадал, как ни странно, гораздо сильнее. А, например, по прогнозу я смотрел американского банка UBS, 8 или 9% всех магазинов, маленьких, маленьких, закроются в США в ближайшие 5 лет. Когда вы говорите, все-таки вот это встроенное, это большое что-то, это маленькое, какие критерии, кроме, ну, серьезного арендатора и длительного договора аренды? Что еще? Первое, конечно же, супермаркеты. Супермаркеты, они показали, что даже во время локдауна, пандемии, они продолжали свою работу. Кроме того, драгерии. Драгерии у нас, наверное, не задерживались надолго в продаже, потому что по сравнению с супермаркетом на драгерии цены более низкие. Драгерия в двух словах. Магазины с товарами первой необходимости, они считаются, это мини-аптека, то есть там нельзя получить лекарства по рецепту, но какие-то витамины, товары для дома, косметика, бытовые товары, это все считаются товарами первой необходимости, соответственно, такие магазины тоже не закрывались и имеют достаточно большую популярность. А по поводу места, где такие магазины находятся, это может быть единая торговая зона, то есть рядом будет несколько супермаркетов, продовольственных магазинов, кафе и все население, если это небольшой город, приезжает именно в данную зону. Каков порог входа, если мы говорим о небольших таких, назовем слово лавочках, хотя это не лавочка в таком классическом смысле этого слова, и если мы говорим о супермаркетах, по Словении сейчас, что это такое? Порог входа... Я думаю, что мы можем уже подбирать жилье, коммерческая недвижимость, спросите, подбирать от суммы 300 тысяч евро собственных средств, но так как в Словении достаточно неплохо выдают иностранным гражданам под такими на объекты кредиты, кредиты достаточно с низкими ставками, то, соответственно, уже за 600 тысяч мы можем подбирать хороший коммерческий объект с достаточно продолжительным договором аренды. Если говорить о супермаркетах, там, конечно же, и площадь, и стоимость выше. Речь будет идти от 500 тысячах собственных средств. Вопрос по жилой недвижимости, тем не менее, не кажется ли вам, что в Любляне цены на жилую недвижимость уперлись в потолок? 5 тысяч евро за квадрат и предложений в среднем пополиться за 4-5 полно, но славянцы покупать за эту среднюю цену уже не готовы, у них нет таких зарплат. Средний размер сбережений на славянскую семью в славянских банках 40-60 тысяч евро. Если год назад 5 тысяч была категория и, то сейчас пошло ценовое безумие. Кто это будет покупать? Как вы это себе видите? Я думаю, что это будут покупать и местные, и иностранные граждане. Для вас те цифры в 5 тысяч евро, кажется, вполне разумно. То есть тебе не кажется, что это сейчас какой-то запредел? Я думаю, что это нормально, потому что цены за квадратный метр, они росли и до этого. То есть каждый год мы видели, как цены растут, и это вполне себе нормально. Мы прогнозировали это, тем более Любляна. В Любляне, опять же, не так много предложений. И люди знают, что предложений немного, а строительство, оно тоже... Ну, в этом году его было не очень много. Из-за того, что была пандемия или локдаун, Словения достаточно быстро зашла, пересидела и вышла, наверное, раньше всех в Европе. Но спрос действительно выше предложений. Из-за этого, конечно, владельцы завышают где-то. Но объективно 5 тысяч за квадратный метр – это то, что мы прогнозировали. Это вполне... Хорошо. А если мы говорим, ну вот, рост цен все-таки в Любляне, он большой, но все-таки не такой, как вот в Мари-Боре в Целе. Какие там цены сейчас, если мы говорим о жилье? Они ниже, может быть, на тысячу, на полторы тысячи евро за квадратный метр. Но, опять же, может быть, именно поэтому в Мари-Боре в Целе и в городах рядом и получился рост на 20% больше. То есть, если мы говорим о росте цен за прошлый год, Любляна у нас повысила на 15%, а Мари-Борн на 20%. И я думаю, это тоже сказывается. Окей, хорошо. Давай перейдем тогда к примеру, который есть. Пожалуйста. Это как раз, мы уже говорим в данном случае о коммерческой недвижимости. Коль уж у вашей компании... Давайте как-то, кстати, опубликуем. Сейчас самое время. Магазин с оридатором «Туш». Вот недавно, кстати, мы делали видеосюжет и делали проект, и еще статью опубликовали. У нас как раз с компанией «Future Real Estate». Я думаю, мы сейчас просто их все тоже в чате опубликуем. Причем, статья вышла, по-моему, за 15 минут до нашего с тобой эфира. В двух словах беру, кто такой «Туш», потому что я-то знаю, я в Словении был, а вот были не все. Поясню. «Туш» – это, пожалуй, самый крупный ритейлер Словении. То есть это славянский бренд, он существует на рынке уже более 25 лет. Супермаркеты «Туш» находятся во всех регионах, даже в самых мелких городах, имеют большую популярность у местного населения. Арендатор действительно крупный, якорный. Вокруг этого супермаркета есть еще несколько магазинов непродовольственных, имеется кафе, супермаркеты имеют большую парковку, и мы подписали в 2019 году договор аренды на 15 лет. Таких у нас, к сожалению, предложений осталось совсем немного, потому что супермаркеты, ну, очень стали популярны. Они были у нас всегда популярны, но после того, как, после пандемии, все поняли, что магазин действительно очень ценный и идет рост, а сейчас это достаточно редкое уже предложение. Окей. Ну и тогда в двух словах о том, как сейчас приехать в Словению, насколько это реально и какие слухи у вас по поводу локдаунов, ограничений. Действительно, Словения открылась одной из первых, но туда долгое время просто эти самолеты не летали, у нас любят такую штуку замутить. В двух словах. Сейчас все хорошо, никаких ограничений серьезных нет, есть масочный режим, но магазины, рестораны, все работает в привычном режиме. Приехать можно, и сейчас даже выдают туристические уже визы. Регулярный рейс из Москвы прямой уже тоже есть, Москва-Любляна. И есть еще одно преимущество, они принимают нашу вакцину «Спутник». То есть с QR-кодом о вакцинации «Спутника» вы можете свободно перемещаться по всей стране. Ну, тут, наверное, следует напомнить, что Словения – это на данный момент единственная бывшая республика Югославии, которая входит и в Евросоюз, и в Шенген. Вот, соответственно, мы слышали, знаем про Грецию, знаем про Венгрию, и вот Словения – тоже страна, в которой такую историю… И Хорватию. Ну, Хорватия без Шенгена, по-моему, уже. Да, но также можно приехать и с нашей вакциной перемещаться свободно. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Виктория Савченко, если я правильно помню, контакты компании мы опубликовали. Да, вопросы, какие у вас будут, Виктории, пожалуйста, задавайте. Виктория Савченко, спасибо тебе с наступающим Новым Годом, и до встречи на наших вебинарах. И не забывайте, у нас новая статья буквально вышла несколько минут назад. Мы как раз рассказываем чуть подробнее о коммерческой недвижимости Словении, которые… ну, не только коммерческой, но и коммерческой в частности, которую предлагает компания Future Real Estate. Вика, до встречи. Спасибо, пока.